В районной администрации состоялось расширенное заседание Межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления детей, на котором руководители структурных подразделений, задействованных в проведении летней кампании, отчитались о проделанной работе. Для того, чтобы лето славянским школьникам запомнилось только хорошими впечатлениями, было интересным, веселым и прошло с пользой для здоровья сотрудниками управления по вопросам семьи и детства, образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежными активистами, главными поселениями, директорами школ, медработниками была проведена огромная работа по подготовке и организации детского отдыха. Было задействовано свыше двух тысяч специалистов, проведено 82 проверки мест отдыха детей, организовано 13 заседаний Межведомственной комиссии. Результатом такой сплоченной работы стало качественное проведение летней кампании 2021 года, в рамках которой удалось в полном объеме реализовать все намеченные планы. Из муниципального и краевого бюджета на организацию летней кампании у нас выделено 21 миллион 84 тысячи 200 рублей, достаточно большая сумма. Мы не сравниваем эту сумму с предыдущим годом, 20-м, когда у нас практически летняя кампания была свернута, оставались только самые незначительные части ее. И эта сумма выше, то есть если сравнивать с 2019 годом, то она выше суммы, которая была затрачена на летнюю кампанию 2019 года. Большое внимание мы, конечно, уделяли разнообразным формам, в том числе малозатратным формам отдыха, которые не требуют значительного финансирования для занятости детей. Это и однодневные походы, и однодневные турслеты, такую форму мы тоже уже апробировали не первый год, понимая, что турслеты под запретом, мы не могли делать организационные выезды, как ранее. Это однодневные экскурсии по краю, школьные библиотечные клубы, краевая акция парки Кубани, дневные и вечерние тематические площадки. То есть эти формы, они нашли отражение в основных мероприятиях летней кампании 2021 года. Благодаря проделанной работе, летним отдыхом и оздоровлением было охвачено более 10 тысяч юных славянцев. Приоритетными направлениями работы была организация отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из малоимущих семей и других категорий детей, находящихся в трудножизненной ситуации или социально опасном положении, а также одаренных детей, победителей районных, краевых конкурсов, активистов школьного самоуправления. В течение всего лета работал детский лагерь «Ровесник». В 34 школах были открыты лагеря дневного пребывания. Решался вопрос с трудоустройством несовершеннолетних. Важной частью организации летней занятости является подростковая занятость, трудовая занятость детей в возрасте от 14 до 18 лет. И, естественно, это у нас лагеря труда и отдыха. Эта форма стала гораздо меньше, потому что у нас подлиннее, у нас есть ряд школ, которые не могут участвовать в этом процессе. Но, между тем, в 13 образовательных организациях для 130 детей лагеря труда и отдыха мы организовали. Я хотела бы поблагодарить руководителей следующих школ. Третья, шестая, девятая, семнадцатая, девятнадцатая, двадцать третья, двадцать пятая, двадцать восьмая, двадцать девятая, тридцатая, тридцатая, тридцать девятая, сорок восьмая и ЦДУ. Почему благодарю коллеги? Я понимаю, насколько трудоемкий процесс организовать лагеря труда и отдыха, начиная от орг моментов и заканчивая наполненностью программ. Спасибо вам огромное, что вы не боитесь организовать эту форму. Понятно, что это дополнительная нагрузка, но, между тем, есть ряд школ, такие как 23, 3, 6, 25, 28, ЦДУ, 48, 19, которые на протяжении многих лет, уже 3-4 год, организуют эту форму. Не боятся и все-таки это делают. Спасибо вам огромное за эту приведенную работу. Главная задача программы «Лето-2021» заключалась не только в организации досуга и оздоровления детей, но и в обеспечении их безопасности. На протяжении всего летнего периода проводились рейдовые мероприятия по выявлению мест несанкционированного купания. Проверялась организация детского отдыха в поселениях. Также контроль осуществляли специалисты Роспотребнадзора. Вся здравительное учреждение, функция колледжной территории района, при начале работы предпринятой межрежностной комиссии по организации отдыха о здравлении и занятости детей и молодежи. Несанкционированных лагерей или не входящих в реестр, или не подавших уведомления в период подготовки к проведению летной строительной кампании, не влипы. Перед открытием лагерей проводились околицидные обработки территории и прилегающих к ним зон с последующим эндомологическим контролем эффективности этих обработок. В стационарных загадных лагерях данная обработка проводилась также между сменами. Как вы знаете, уже подготовка работы лагерей в 2020 году была существенно усложнена введением новых требований. Это санитарные правила о новой коронавирусной инфекции, а также методические рекомендации. Организация работы, организация отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 ноября 2021 года действие данных санитарных правил продлено до 1 января 2024 года. С докладами об итогах летней оздоровительной кампании на расширенном заседании Межведомственной комиссии отчитались руководители всех отраслевых структур, отвечающих за ее организацию. По итогам совещания был составлен проект решения, в который были внесены предложения по повышению эффективности летнего оздоровления детей уже в следующем 2022 году. В конце заседания всем, кто принял активное участие в организации проведения летней оздоровительной кампании, были вручены благодарственные письма главы района. Шмидт Анна Владимировна, начальник угла для дневного призывания, дневная субботность, школа номер 3. Анна Монастыренко, Георгий Каринин, программа «События».